Операция «Нелегальный мигрант» началась. Сотрудники УФМС совместно с ФСБ и Госнаркоконтролем в усиленном режиме проработают до конца октября. Под их прицелом рынки, стройки и прочие места, где могут находиться и работать выходцы из других стран без соответствующего разрешения. Вообще, подобные проверки проводятся в течение всего года. С начала 2014-го в набережных Челнах к административной ответственности привлекли почти тысячу человек. Сотню выдворили за пределы страны. А один гражданин Китая и вовсе был приговорен к тюремному сроку. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции ВОВД. К решению свободы сроком на пять месяцев приговорили. То есть это у нас гражданин Цяо Хуэй был такой. Приговор по месту совершения преступления. То есть мы как бы возбудили здесь, направили материалы по месту пересечения границы следственного органа и там уже приговор вынесли ему. Также сообщили, что с 1 января всем трудовым мигрантам придется сдавать экзамены на знание русского языка. Соответствующие поправки уже внесены в закон, но пока не вступили в действие. На данный момент это дело добровольное. Выучить русский можно на специальных курсах для иностранцев. Все трудовые мигранты также будут сдавать экзамены, получать сертификат. Срок действия у него пять лет. После чего только они смогут документы какие-либо оформить для осуществления трудовой деятельности.